Приветствую вас и давайте попробуем представить себе, что ваша проблема действительно психологическая. Давайте попробуем себе это представить. И что у нас с вами получается, если мы воспринимаем вашу проблему как психологическую. Что у нас с вами получается? Значит, в 4 месяца у вас проблемы с животом. Но ведь, как я понимаю, до этого времени все было в порядке, проблем не было. И в 4 месяца до этого момента, до того, как это началось, вы жили в общем и целом хорошо. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Так как получается, что основная проблема заключается именно в том, что у вас что-то произошло. Именно вот 4 месяца назад. 4 месяца назад с вами что-то случилось. Из-за чего вы стали испытывать такие вот проблемы с животом. Ну и, соответственно, я думаю, что вы согласитесь со мной с тем, что вам нужно как следует подумать о том, что же произошло 4 месяца назад, что случилось с вами 4 месяца назад и какой может быть там, я не знаю, стресс, может быть, какие-то события в вашей жизни происходили довольно негативные, что на вас это так вот повлияло. В любом случае, в любом случае, с этими моментами нужно разбираться. И вот уже в зависимости от того, какие там у вас вскроются проблемы, вот уже в зависимости от этого можно будет говорить, есть у вас психологические проблемы какого-то рода или нет. А то, как, знаете, получается, что вот вам диагноз-диагноз поставили, а вы диагнозом, ну, не удовлетворились. И может быть вам кажется, что диагноз ваш, он неверный, например, или неправильный, да, вот, и вы хотите от этого избавиться. Но ведь синдром, тот же синдром разрешенного кишечника, да, он есть и он существует, и к нему нужно относиться, в общем-то, спокойно. Люди, люди с ним живут, и никаких, у них таких серьезных, прямо, проблем, проблем нет. Другой момент, другой момент. Вы говорите о том, что пила антидепрессата, и что они мне не помогли. Вот здесь сразу возникает к вам вопрос. И вопрос, надо сказать, довольно серьезный. А именно, Откуда вам вообще прописали антидепрессанты? Кто прописал антидепрессанты? Какое у вас заболевание, может быть, было диагностировано, что вам прописали антидепрессанты? Что еще? Помимо антидепрессантов, вы делали для того, например, чтобы преодолеть, допустим, свое депрессивное состояние. Вот помимо антидепрессантов, что еще вы делали? Далее, вы пишете о том, что устали от всего этого. Очень устали от этого, пишете вы. И здесь у меня к вам тоже будет вопрос. На мой взгляд, довольно важный. Вы когда говорите, что устали от этого, вы имеете в виду, что вы от чего устали? Понимаете, я допускаю, что, например, вас беспокоит живот. Но это не мешает вам жить. Это, конечно, не делает вашей жизни лекцией, но и не может быть такого, чтобы это прям уж совсем портило вам жизнь. А вы говорите именно так, как будто это, ну, вообще что-то прям глобальное. Вы говорите, что я не хочу ничего делать, я не хочу никуда выходить, сторонюсь людей, постоянно плачу, потому что чувствую безнадежность. вот. А почему людей сторонитесь? Откуда у вас вот это вот намек на социофобию, так сказать, с чем он связан? Это тоже, на мой взгляд, довольно вольный момент. Вот. Поэтому здесь я тоже предлагаю вам подумать. Вот это вот, да, это действительно психологическое у вас, что вы начинаете страницей людей, что вы не хотите никуда выходить и так далее. Вот это идет, у вас идет непринятие себя, у вас идет отражение, я бы сказал, может быть, даже себя, вот. И, собственно говоря, это является довольно серьезной проблемой именно для, именно для вас. То есть, я не знаю, что породило вашу проблему с животом, но то, что вы не уверен, не уверен в себе, человек, и то, что вы не принимаете себя до конца, и то, что вы, судя по всему, зависите от мнения окружающих, и то, что у вас нет своего собственного личностного смысла жизни. Это и составляет вашу психологическую проблему, которую надо быть честным здесь, которую ваш живот не породил. Он ее может быть, я бы сказал, он ее может быть катализировал, то есть усилил. Это да, но не породил. Данная проблема, она была у вас и раньше, раньше, просто вы как-то могли с этой проблемой жить, а сейчас получается жить не может. Я вам еще хотел бы сказать такую вещь, она на мой взгляд является важной, эта вещь, значит, что синдром разразенного кишечника, он очень часто, насколько я знаю, бывает тогда, когда человек постоянно нервничает, когда человек постоянно переживает, когда у человека постоянное волнение, и из-за этого, именно из-за этого, вот из-за того, что человек постоянно нервничает, это влияет на его пищеварение, которое в общем-то, ну, к сожалению, зависит от того, какое эмоциональное состояние у человека, ну, в данном случае у вас, в данном случае у вас. И вот, исходя из этого, я и хотел бы, чтобы вы вот на эту тему как раз-таки вы на эту тему подумали, там и страна она, это, вот именно эта ситуация, она очень важна, важна. Если вы действительно все время нервничали, все время переживали, вот, то я полагаю, что это могло привести к данному синдрому. Вот, вопрос заключается в том, что обусловило ваше нервное переживание, то есть, почему вы нервничаете, почему вы постоянно находились в состоянии стресса, например, что заставляло вас в этом состоянии стресса быть, что заставляло вас находиться в этом состоянии стресса, это важно для того, чтобы понять, что именно вас беспокоит, какие аспекты вас беспокоят и что можно с этими аспектами сделать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. удачи! 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 Удачи!